Пацаны, всем привет! На связи Юра Лассерда. Сегодня мы с вами разбираем коротенький вопрос от подписчика. Вопрос-то коротенький, но я думаю, что многим будет полезно его разобрать. Итак, поехали сразу к делу. Привет, Юра! Расскажи, пожалуйста, о девчонках, которых своим 20 годам уже переспали более чем сотни парней. Что ими движет? Знаю одну такую девочку, которая сидит в приложениях для знакомств, конкретно для секса. Я тоже с ней спал, как и все из ее окружения. Она пробовала заводить отношения, но всем своим парням изменяла. Просто не может долго держаться с одним человеком. Сейчас подтянулась ко мне, и я думаю, надо ли мне это? Ведь доверия к ней никогда не будет. Мне 27. Ждать, пока она нагуляется, или забить и идти дальше. Значит, первый твой вопрос. Что движет такими девочками? Что ими движет? Банальная любовь к сексу. Ну, типа, все люди от природы, все разные. То есть, кому-то достаточно секса раз в месяц, кому-то мало секса раз в неделю, и нужно ебаться каждый день. Правильно, правильно. То же самое и тут. Как бы девчонки, они в этом плане от парней особо не отличаются. То есть, есть девчонки, которые прям пиздец, как любят секс, а есть девчонки, которые к нему относятся, ну, то есть, постольку, поскольку, да. Вот. Поэтому, что ей движет? Естественно, она любит секс, и все. Это единственное, что ей движет. То есть, в этом плане, видимо, ей какие-то, не знаю, там, моральные принципы, они ее не останавливают. Хотя, с другой стороны, как бы ее жизнь, и ни в коем случае мы с вами не можем осуждать такую девчонку. Пускай хоть у нее было 200 парней к 20 годам. Как бы это ее жизнь, это ее дело. И я в этом плане не вижу в этом ничего плохого. В принципе, почему? Потому что тебе это либо подходит, либо нет. Вот. Соответственно, дальше ты говоришь, типа, я думаю, надо ли мне это, ведь доверия к ней никогда не будет. Тут уже, чувак, все зависит от тебя, надо ли конкретно это тебе или нет. То есть, если для тебя, в принципе, в этом нет ничего такого страшного, что у девчонки там было сотни парней, ну, тогда, типа, окей, строясь с ней отношения, ради бога. Ну, нормальные люди тебя не осудят. То есть, ты так же, как они осудят эту девчонку. Если для тебя, как бы, это нонсенс, для тебя это трэш какой-то и пиздец, и если ты боишься, что тебе девушка будет изменять, тогда, в принципе, нахуй, ну, надо. Ну, то есть, тут я, в принципе, думаю, что ты, наверное, хочешь приложить как-то на меня ответственность за выбор, но выбирай все равно тебе, братан. То есть, если для тебя, как бы, это нормально, окей, мути с ней. Если нет, тогда, ну, типа, нет. Потому что лично мое мнение в этом плане, ну, то есть, такое, я бы, наверное, не стал бы все-таки строить какие-то серьезные отношения, да, на твоем месте с этой девушкой. То есть, в принципе, я, конечно, не такой, знаешь, прям, именно старик, чтобы говорить, что, типа, девушка должна быть девственницей и вся такая хуйня. Нет, я, в принципе, понимаю, что на дворе 21 век, и, как бы, это нормально, что и девочки, и бутцы, и мальчики, и, в принципе, секс любят все, это, как бы, логично, и все окей. Вот, но, наверное, серьезных отношений я бы не стал строить с такой девушкой, хотя, с другой стороны, ну, типа, может быть всякое, знаешь, если она тебя полностью устраивает, то есть, если тебе с ней охуенно так, как не с одной другой девушкой, то почему бы и нет? Ну, типа, если ты реально понимаешь, что тебе там 27, и ты в жизни не встречал, например, таких веселых девчонок, таких позитивных, таких интересных, да, например, может быть она очень начитанная, ну, хуево знает, потому что всякое может быть, в принципе, большое количество партнеров у девушки, оно же не говорит о том, что девушка тупая, или то, что она там какая-то ограниченная, нет, то есть, как бы, одно с другим не связано. Поэтому, ну, типа, если тебе с ней охуенно, ради бога, мути, если нет, ну, типа, ну, тогда нет, потому что, типа, ты пишешь ждать, пока она нагуляется, или забить, или идти дальше. Ну, в принципе, чувак, может быть, она никогда не нагуляется, то есть, сколько таких девчонок, которые, в принципе, не против, там, как-то поразвлечься, и в 35 лет, и в 40, то, ну, блядь, она, может быть, никогда не нагуляется. Рассматривай конкретно ситуацию сейчас, то есть, сейчас она тебе надо или нет? Да-да, нет-нет, по сути, все. Вот так вот, пацаны, так что, выбор делайте всегда сами, в любом случае, я говорю, что я бы, наверное, все-таки не стал. Но это лично мое мнение, вот, и, в принципе, на него особо я бы не стал ориентироваться на вашем месте. Все, пацаны, такой вот коротенький видос, вас лайки, комментарии, подписочки, я с вами на этом прощаюсь, на связи был Юра Лассерда, всех обнял, всем удачи, пока! Все, кто смотрит Лассерда, все подписывайтесь на Лассерда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!